Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда Архаликс и спустя год решил записать второй выпуск истории технологии. Ещё сделал очень крутую заставку. Поехали! Сегодня я вам расскажу о том, как МИД перешёл на цифровую картинку и как консервативное руководство погубило очень перспективную компанию. Всё началось с того, что в 69-70-х годах 20-го века два физика из Белл Лапс, Уиллард Бойл и Джордж Смит представили миру прибор с зарядной связью, коротко ПЗС, за что и получили Нобелевскую премию. Позже в 72-м году Texas Instruments патентирует цитата «Полностью электронное устройство для записи и последующего воспроизведения неподвижных изображений, то бишь цифровой фотоаппарат». Год в кусте тогдашний векент Fairchild Simny Conductors, начиная от выпуска ПЗС-матриц с разрешением 100 на 100 пикселей. В 1975 году инженер Стивен Сассен, работавший в Кодек, создал рабочий прототип фотоаппарата, делающий снимок на такую ПЗС-матрицу, которая записывалась на магнитную кассету. Воспроизвести снимок можно было с помощью компьютера, магнитофона и модуля преобразования. Правда, руководство Кодек восприняло это изобретение негативно. Укажите нам хотя бы одну причину, по которой хоть кто-нибудь захотел для просмотра фотографий использовать телевизор. Как будет выглядеть фотоальбом для хранения фотографий? Как скоро ваша камера станет соизмерима по размеру с нашими пленочными камерами? Вот только несколько вопросов, которые руководители Кодек задали с Сессеном. А все потому, что камера не нуждалась в пленке и следственно отбирала хлеб у пуканта в этой сфере. В 1980 году они все же заказали исследование, которое должно было выяснить, угрожать ли цифровая фотография их бизнесу. Диагноз – революции не избежать. Вернемся в 1976 год. Fairchild начинает промышленный выпуск полностью цифровой камеры MV101 для контроля качества на производстве. В 1980 году Sony представляет прототип камеры Sony Mavic. Она имела ПЗС-матрицу разрешением 570 на 490. Композитное видео записывалось на 2-дюймовую кассету видео-флоппи. Но это до сих пор не цифровая камера, потому что композитное видео не является цифровым. В 1982 году пленочный гигант выпустил фильм-сканер для цифровки пленки и передачи ее по цифровому каналу на дальние дистанции. А 4 года спустя Кодек вел терми мегапиксель, создав промышленный образец монохромного CTD-сенсора разрешением 1.4 мегапикселя. В 1988 году Fuji совместно с Toshiba выпустили камеру Fuji DS1P с карты памяти SRAM. Примечательна она тем, что это оперативная память и в карте памяти установлена батарейка. В том же году появился всем известный формат сжатия изображений JPEG. Apple и Кодек выпускают программу для обработки изображений на компьютере Photomag. Также вышла первая версия Photoshop. Также Кодек по заказу правительства США собирает гибрид на основе Canon F1 до скрытой съемки. Там была установлена черно-белая матрица с разрешением 1.3 мегапикселя. А 3 года спустя выпускают уже коммерческую фотосистему Кодек DSC-100 на базе Nikon F3. Система представляла из себя матрицу внутри фотоаппарата, а все мозги находились в отдельной коробке. Также Leaf представляет цифровые задники для популярных декальных камер. Первая модель DCB-1 имела разрешение 2 мегапикселя и огромный радиатор для пассивного охлаждения. В 1994 году на рынок неожиданно вышла Apple. Apple QuickTake 100 мог уместить 8 снимков разрешением 640 на 480. Питался от 3 пальчиковых батарейки, а для передачи фото на компьютер подключался по последовательному порту. В том же году появляются карты памяти CompactFlash и Smart Media. В 1995 году можно назвать годом потребительских камер. Выходит Apple QuickTime 150, Кодек DSC-40 и Casio QEV-10. Она же первая камера с LCD-дисплеем и поворотным объективом. В следующем году подключаются Olympus и Sony. А на рубеже тысячелетий выпущена первая полнокадровая цифровая зеркалка Contax N-Digital. А 3 года спустя Кенн представляет доступную цифровую зеркалку EOS 300D. С этого момента начинается создание пленки. А далее все пошло как по маслу. Разрешение росло, размер матриц тоже. А пленку используют только в кинопроизводстве и любители Садамазы. И главное в том всем, что великая компания Codex, которая началась цифровая революция, в целях наживы не хотела вкладывать усилия в то, чтобы развивать цифровую индустрию. А когда спохватились, было уже поздно. Все, что они могли, это внедрять стандарты и патентировать все, что еще возможно. Но при этом они не выпускали цифровые камеры. Лишь в 2003 году они попытались выйти на рынок компактных камер, но было уже поздно. Год спустя акции были исключены из состава Dow Jones Industrial Average. А 2 года спустя было прекращено собственное производство цифровых камер. А 22 июня 2009 года, внезапно как наступление немцев, Codex прекращает производство своей знаменитой пленки Codex Chrome. В 2012 году компания становится банкротом, продает все свои патенты консорциуму из 12 компаний-гигантов за 500 миллионов долларов. К слову, Инстаграм стоил в два раза дороже. В 2013 году компания вышла из банкротства и сосредоточилась на производстве пленки. А также она продает свой бренд для китайских производителей камер и смартфонов. Продолжение следует...